В эфире четвертого канала программа «Семь дней прибужья». О том, чем жил наш приграничный район, на этой неделе расскажу вам я, Татьяна Лиас. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. 120-летие профсоюзного движения отметили в Брестском районе. В первую годовщину партии «Белая Русь» прибужья высадили аллею. 80 зеленых насаждений в честь 80-летия освобождения Беларуси посадили в Остромечево. Внимание в эти дни и всегда каждому участнику Великой Отечественной. Благодарные потомки благоустраивают памятники и воинские захоронения. А теперь обо всем подробнее. Профсоюзное движение Беларуси отмечает в этом году 120 лет со дня основания. Торжественное мероприятие по этому поводу в Брестском районе прошло в канун праздника труда. В районном Доме культуры чествовали профсоюзных активистов, которые внесли большой вклад в развитие профсоюзного движения прибужья. Забота о человеке труда в прибужье на самом высоком уровне. Это и социальное партнерство, и обеспечение безопасности и здоровья на рабочих местах, а также социальная защита и реализация социальных гарантий. В районе со всем этим прекрасно справляются, отметил в своем поздравлении председатель Брестского райисполкома Владимир Синчук. Сегодняшние успехи, в том числе Брестского района, Брестский район занимает лидирующие позиции по многим показателям в социально-экономическом развитии, огромнейшая роль профсоюзной организации. Профсоюзы – это та структура, которая выстраивает отношения и помогает человеку не только в работе, но и в отдыхе. Ни одно мероприятие, которое связано с отдыхом, с оздоровлением, не проходит без участия профсоюзов. Сегодня профсоюзы – это действительно поддержка и помощь. В Брестском районном объединении профсоюзов 137 первичных организаций и три райкома. И все как один заинтересованы в будущем развитии движения. Будущее нашей организации зависит только от нас самих, от нашего трудолюбия, ответственности и веры в наше общее дело. Когда есть согласие, понимание в обществе, тогда есть возможность мирно трудиться. Можно преодолеть любые сложности, решить любые задачи. Педагоги, аграрии, промышленники – каждый, кто отличился на своем рабочем месте и завоевал уважение коллег. За трудолюбие и вклад в социально-экономическое развитие района получили заслуженные награды. Получать награду очень, конечно, приятно. Да, дата очень знаменательная. Большинство людей в нашей республике, они трудятся, соответственно, многие из них ходят в состав профсоюзных. Ответственность, она вкладывается на лидеров профсоюзных движений. То есть каждый из них готов помочь тем людям, которые обращаются. Мы вместе собираемся решать наши профсоюзные задачи. Каждый член нашей первички активно принимает участие во всех профсоюзных мероприятиях, не только в районных, но и в областных. Каждый старается вложить свой вклад личный, профессиональный в деятельность нашего профсоюзного движения. Получить такую награду, высокую награду от Брестского районного исполнительного комитета очень приятно. Девиз «Мы вместе» – не просто слова. Это жизненная кредо каждого лидера и активиста профсоюзного движения Брестского района. Валерия Гальперина, Андрей Щерба, «Семь дней при Бужье». А вот белорусская партия «Белая Русь» отметила первый день рождения. Она была создана год назад и объединила настоящих патриотов страны. В честь годовщины образования партии в Брестском районе посадили аллею. Как это было, расскажут наши корреспонденты. Один год – срок небольшой, однако за 365 дней своей работы партия «Белая Русь» успела завоевать авторитеты и признание граждан. И в ознаменовании этого около районного дома культуры была высажена аллея «Единство» из 12 цветуй. Мы заложим эту аллею, которая будет ознаменовывать, что партия пришла надолго, что мы собираемся проводить политику государственную долго, качественно и на благо людей. И, естественно, такого плана аллеи, возможно, в каком-то другом формате, может быть, это какие-то другие образцы благоустройства, будут продолжены со стороны нашего районного отделения. Партия «Беларусь» в стране – это почти 50 тысяч человек. В Брестском районе – это более 300 человек. Их стратегическая цель – укрепление независимой, сильной, процветающей Беларуси и построение социально справедливого общества. За это и борются районы аппартийцы. Самое важное, чтобы были вместе и двигались вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, надо знать те проблемы, которые у нас есть, правильно их оценивать, искать пути для решения этих проблем. И выход из них для того, чтобы было лучше. Лучше в образовании, лучше в культуре, лучше в медицине, в промышленности, в сельском хозяйстве. Высадка аллеи символична. По мере того, как будут расти туи, будет развиваться и партия. Валерия Гальперина, Станислав Леник, Семьи и Прибужье. Новые зеленые насаждения появились и в деревне Остромечево. Здесь у памятника воинской славы высадили символично 80 декоративных деревьев и кустарников в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Увековечить память предкам и выразить благодарность им за мирное небо собрались члены Белорусского союза женщин, Белорусского республиканского союза молодежи, а также работники и неравнодушные граждане, проживающие в агрогородке Остромечево. 79 лет, как мы мирно живем в нашей красивой, чистой и уютной Белоруссии. 80 лет, как наша Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Все это, конечно, благодаря нашим дедам, прадедам. И для того, чтобы их память увековечить, мы решили в этом году, к 80-летию, посадить 80 деревьев и кустарников именно в красном цвете. Цвет высаживаемых культур выбран не случайно. Он олицетворяет потерянные человеческие жизни и боль скорбящих родных. Яблони, красная акация, барбарисы, красный лен – композиция, составленная ярусно и станет долговечным знаком памяти о страшных военных годах. В честь 80-летия освобождения Республики Беларусь будем садить аллею, деревья в количество 80 штук. Подключили активно Белорусский Республиканский Союз молодежи. Важно помнить, важно, чтобы был патриотизм, как говорится, в крови. Не забывать ни в коем случае. Важная идеологическая составляющая таких мероприятий – активное участие молодежи. Нужно чтить и помнить своих предков, уважать. И нельзя забывать ни в коем случае то, что наши предки, благодаря им, у нас есть мирное небо. Новые насаждения станут символом памяти и будут долгие годы напоминать о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Анастасия Левкович, Санислав Линник, Юрий Печур, 7 дней при Бужье. В канун Дня Победы важно уделить внимание каждому ветерану, каждому участнику Великой Отечественной. Всем тем, кого опалили те страшные годы. Военный комиссариат Брестской области не остался в стороне. Военнослужащие помогли бывшему малолетнему узнику фашизма благоустроить придомовую территорию. Покосившийся старенький забор совсем не красил дом, где живет малолетний узник фашизма Дмитрий Ливай. Заменить полностью ограждение принял решение военный комиссариат Брестской области. И вот уже с утра Дмитрий Игнатьевич встречает гостей военного комиссара региона и военнослужащих. Совместным решением сельского исполнительного комитета, воинских частей Брестского гарнизона и Совета депутатов областного принято решение оказать такую помощь. Сегодня, в канун праздника, в канун светлого дня, Дня Победы, отремонтировать забор нашему уважаемому узнику. Как и полагается военным, мужчины работают слаженно. Сносят старый забор, подравнивают столбы, натягивают проволоку для сетки. Пока одни устанавливают новую конструкцию, другие косят придомовую территорию. Человек должен чувствовать, что и власть местная, и общественные организации всегда рядом, всегда готовы прийти на помощь. На этом не заканчивается. 7 мая мы придем поздравлять, наверное, и с культурой, гармошками, песнями нашего Дмитрия Игнатьевича. Мы попробуем и постараемся сделать этот праздник ярким, запоминающимся. Мы благодарны, мы помним, мы ценим. И это только одна из форм признательности. Заботу о живых свидетелях страшных событий государство проявляет во всем. И материально тоже. Я благодарю за все. Я благодарю власть. Я благодарю президента. И благодарю всех, кто сюда приехал. Я всех благодарю. Слава Богу, что есть еще люди, которые могут, что могут помочь. Валерия Гальперина, Станислав Ринник, 7 дней прибужья. В памяти победный огонек под таким названием прошла гражданско-патриотическая акция в Брестском районе. Близ деревни Медна расположен памятник бойцам Красной Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе с фашизмом. Чтить их память и благоустраивать место захоронения – святой долг ныне живущих поколений. Большую работу в сохранении исторической памяти и мест захоронений наряду с местной властью проводят и профсоюзы. Привлекая местных жителей, работников агропредприятий к делу благоустройства памятников и братских могил. Должны быть всегда в отличном состоянии, постоянно реставрироваться. И вот сегодня решили этот памятник, памятное место привести в порядок. То есть побелить, покрасить, вычистить. Это наша культура, мы с этим живем и самое главное передать это нашим деткам. Брестский район значительно пострадал в годы Великой Отечественной войны. На его территории расположено множество памятников боевой славы и мест захоронений, за которыми уже десятки лет следят благодарные потомки. Эта работа проводится не только в преддверии праздника Победы. В течение года мы наводим порядок, смотрим, чтобы в достойном состоянии были эти памятные места. Но сейчас более активно. Рядом с профсоюзами – представители депутатского корпуса. Будучи народными избранниками, от лица населения они взяли за кисти, краски и уборочный инвентарь, чтобы своим примером показать, как заботятся о родной земле и памяти солдат. То, что сегодня они здесь на памятнике, это лишний раз показывает, что наши граждане не ошиблись в выборе своих кандидатов, своих посланников. Здесь проявляются, наверное, лучшие человеческие качества, когда бесплатно, без принуждения люди приходят. Совместная работа местных органов власти, общества и профсоюзов будет продолжена. И это особенно важно в год 80-летия освобождения Беларуси и Брестского района от немецко-фашистских захватчиков. Валерия Гальперина, Андрей Щербай, «Семь дней при Бужье». На этом у меня вся информация. Приятного вам вечера и плодотворной предстоящей недели. Увидимся в следующем выпуске программы «Семь дней при Бужье» ровно через неделю на телеканале «Беларусь-4 Брест». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин